здравствуйте друзья мы с натальей двигаемся в русский магазин тут неподалеку есть и там мы приобретем для нее такие наклеечки на клавиатуру с русскими буквами да потому что вот это то чего наталья сейчас в жизни не хватает только этого и все она купила лэптопчик перед тем как нам ехать да почем вышел вот тут вот так вы жируете я купила лаптопчик сам антир байт для видео что делать видео сейчас данный момент я немножко еще не готовыми немножко нужно отойти так как я не своем мире вроде как чувствую как будто знаешь немножко потерянная наташенька а какой камерой ты снимаешь canon у меня canon в xe большая маленькая такая ручная да мать мастенькая но хорошо снимает ну вроде ничего нормально да и честно говоря мне с телефона нравится больше так удобней правда ой как интересно у меня такой магнитик есть когда я еду машине обычно пользуюсь телефоном потому что у меня стекло но более наклонной камеру мне не поставить вот как тебя я и за это вот сдал у меня машинка была вот fiat 500 и маленькая такая вот такое окошечко было и там снимать было невозможно да я на ней практически ездить из-за этого него называется зубила у меня это то есть вот это хохан да она куб его на то есть невысокое ну да да камеру не приводит нет хорошо значит так ты когда начнешь ведет снимать ну наверное начну может быть выходных немножко я я не спала уже миша 3 3 3 целую неделю будешь своих можно сказать фанатов которые радуются за тебя переживают плачут я вообще не припомню чтобы я такое видел чтобы вот народ так вот это ты вообще уникальная я сказал что легендарная да ты еще и уникальная вот так они тебя любят очень это очень трогательно я я хочу сказать вот со стороны я смотрю я в восторге совершеннейшим девчонки на даде мальчики когда говоришь здравствуйте там девочки и мальчики 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 так типа у меня по возрасту или маленькие тоже есть и всякие есть такие начальники у меня даже и дат кем команду герб заводами и пароходами есть вот есть такие да ну то есть очень внимательно меня смотрят делают такие интересные комментарии подарки присылают скажи нет я не даю адрес но когда вот иногда подписчики приезжают в орландо я не хотят встретиться я очень неудобно себя чувствую когда они что-то приносят такие сувенирчики конечно но если я говорю пожалуйста но не тратьтесь и с удовольствием встречусь как бы и без не надо никаких подарков вот одна пара тот один раз приезжала из австралии и они привезли не знаешь яйца кенгуру миша они такие знаешь внутри нет они внутри деревянные но они вот это дерево по форме яйц кенгуру а именно обернута вот этой вот мошонкой так скажет и так сделано она в виде открывашек для бутылок я принесла домой уже написано сувенир из астралии знаешь я был когда в киеве уже скоро два года как полтора и там народ пришел на встречу там человек 150 в кинотеатре собралось сняли кинотеатр так неожиданно все это было даже я себя чувствовал как холестаков который там в 10000 одних курьеров там ты чувствуешь как это не за того принимаются но и во всяком случае там было много народу и подарки дать был момент когда дарили подарки какую-то булаву слушаем нежном улететь я как же вот такая булава значит гетманская очень красивая там деревянная лаком покрыта с шипами там или что-то но я куда же я это все и там был один подарок очень тяжелый я тебе покажу на меня в офисе стоит лазерном лучи лучиком там значит написано что там в общем страшное дело и некоторые просто не мог оставить они были такие очаровательные там знаешь такая керамическая плита и добра на световой казах с усами такой на тебе там написано угарного казака и женка я кви . знаешь ну то есть и такая тоже баб щекастая сидела на свет мой не похоже но все равно очень очень мило так что люди любят подарки делать я конечно я знаю я тоже очень люблю подарки и посылаю иногда тоже подарки подписчикам но очень часто когда посылаю не пишу свой обратный адрес флорида наталья квик мы приехали к русскому магазину который называется самовар нас лакомка лакомка но наш самовар мы здесь частенько бываем и частенько снимаем вот саша владелец магазина он такой общительный мог бы быть блогером вполне из баку он сам корнями и тоже тестер много лет работал тестером и параллельно у него был магазин которым жена занимался потом по ушел из тестеров так они вместе сейчас ну пошли покинув русский магазин на друзья с этикеточками для наклейками для клавиатуры с этикеточкой много что много что купили народ порадовать там естественно сало кошерное все там все там есть копченое значит теперь наташа давай рассказывай как ты ночь провела так как я живу в доме давно уже не жила в квартире я уже отвыкла от от прелести много квартирных домов от таких посторонних шорохов так скажем и шумов ну и я вообще-то вчера думала если я сейчас засну то я как мертвая уже все не проснусь но два часа ночи я проснулась от странных шумов и вообще сначала думала что стены падают это бывает потом значит соседки вот своей музыку зале говорю что происходит я думала муж может пришел с работы 1 готов на верху они все время так ходят как моя бабушка раньше говорила у меня такое ощущение что они забираются на стол и со стола прыгает мне бабушка по цене на про соседей я уже как же так и вот они ходили и затем и между нашим люди некоторые нормально ходят а некоторые ходят пятками вот то есть вот пятками и вот они ходили так всю ночь мы сегодня с ней пойдем к ним наверно века ноги по обломаю не пойду к выдергиваю попрошу их конечно а как ты скажешь вот как ты скажешь по-английски скажи как ты ему скажешь вот чтобы он не шумел там по ночам не ходил он не мига нет to be quiet next morning я не знаю как как разговор пойдет я же не знаю может быть он человек очень грубый а может быть наоборот покаяться поэтому смотря как знаешь с грубым по грубому ну в принципе человек не должен шуметь по ночам это можно и полицию вызвать или что-то на другой стороне уже не музыку слушать но уходить человек может я не знаю как можно ходить что просто стены тряслись это регулируется с ценой ренты в рентах то есть больше платишь меньше шуме результате третья ночь у меня как бы получается я не спала я до этого две ночи не спала вроде переживала собиралась дорога сегодня что мне кажется должен наступить такой переломный момент когда все это аккумулируется до какого-то уровня и ты уже спишь без задних ног как бы наверно независимо ни от чего бюдаль нормально спала а я не спросила может быть но дело в том что я не знаю я привыкну конечно сейчас может быть сегодня буду спать хорошо когда-то приходит же лимит твоему твоей энергии да и уже ты сваливаешься ну как вообще в целом жизнь в многоквартирном доме вот кроме того что вверх верхний там сосед мой нет они прекрасные люди вообще просто я настолько рада что я живу с ними коммуналка анечка она просто такая а дети у нее ой боже вчера винни с ними разговаривал паскайбка с этими девочками они хотели поговорить ой да они говорили как их зовут и все рассказывали о маленькой тоже может маленькая говорить да такие они девочки просто вообще демочки маленькие и очень люблю они очень какие-то изначально жизнерадостные такие я вчера пока разбирала все из своих сумок они у меня на кровати сидели с меня что-то разговаривали рисовали мне рисунки и дарили ми их мне так было приятно для того чтобы продать деньги на ebay я привезла очень много одежды и получи много обуви когда они пришла которая живет хозяйка и гранита вас на сколько обуви привезла она посмотрела и говорит я даже комментировать не буду слушай вот и скажи а вот может быть ты в курсе в ну там вот во флориде там больших городах тогда вот как орландо там принято вот в офис чтобы даже инженеры находили нарядными или тоже как у нас тут босиком ходит все зависит от наверно от района все-таки потому что когда я работала в банке своем да не нужно было ходить в костюмах там а в пиджаках и в юбках я иногда это одевала в основном я ходила в туниках брюках а где-то наверно вот может быть в орландо нужно пиджаки какие-то в добавку в догонку у вас очень много татуированного народа там потом вы же голенький там ходите все время да я я помню у тебя ты у нас пускать по зимнему так вот твоих видео ты вообще думаешь она спать собралась там и она кажется на улице такая вся дамного татуированный вот приходишь ты в банк может быть так что сидит перед тобой девушка такая вся открытая и нету татуировка ты имеешь на посетителя были банкир банкир нет это запрещено ты обязательно ты обязан закрыть все татуировки которые у тебя есть то есть это прямо вот прописано у меня здесь то есть татуировка на ноге то есть если я мои подписчики видели если если я иду в юбке то у меня обязательно сапоги я люблю подписчикам я не беру виду нам в офисе я был подписчиками но я понимаю я сейчас твоим подписчикам а что там у тебя нарисован цветок хороший я бы не никогда уже не стала делать тогда было глупо и сделано было неважно да когда я жила в монтане и вдруг мы стали переезжать во флориду я от радости почему-то решила что мне обязательно нужен цветок на ноге так как я еду во флориду от радости вообще я думаю так что в ярославской области это обычно когда я приехала из ростовской области у нас считалось тех кто тогда если человек знакомки значит он вышел из тюрьмы но тогда это вот сейчас уже конечно наверное по-другому и сейчас делает а тогда наколки были только только у блатных у блатных да ну что же значит давай еще из первых впечатлений продукты кухня мы не очень хорошее впечатление от воздуха здесь здесь воздух такой вот напоминает мне монтановский многие говорят а я как я поскольку не чувствует уже да ты уже прижился не в контраста нет контраст очень сильный такой вот свежий очень холодный рядом и я думаю что это сбор когда горы все-таки с той стороны наверное здесь и вода чистая потому что когда я жила в монтане там текла вода которую продают во флориде ты имеешь ввиду 5 вода в кране но она соответствует всем требуем как же там биологически невозможно жить без фильтра допустим невозможно ты просто заработаешь точно какой-нибудь сильного ужасную болезнь у вас тропики да я понял это ужасно у вас там может быть там столько хлорки а в ней что она просто оставляет белые следы на мексике же то же самое мы все время когда ящик уедем мы мы понимаем что там нельзя пить воду что надо из бутылочки и там мы с собой берем все какие-то капельки вот у меня света обнаружила что капельки сделанные из-за косточек то ли лимона то ли мандарины грейпфрута грейпфрутовые косточки из них выжимают какой-то сок настойку делают и вот она капает водичку прежде чем мы ее пьем достаточно ли этого чтобы капнуть что-то водичку но вот мы с винсентом поставили себе очень дорогой на дом везде причем и когда он стал работать я не хочу сказать что вода после той что у нас было я думала она прям как будто с мылом идет она настолько мягко что на ощупь она была как будто мы сейчас уже конечно мы привыкли настолько мягко и вообще отлично обязательно но мы здесь фильтром тоже вот так из крана не пьем так такое ощущение что несмотря на разгар рабочего дня есть места прямо вот где их обычно нет может быть сейчас такое время что люди обед пошли не знаю привет всем кто нас смотрел слушал сопереживал и и конечно хочу сказать своим подписчиками тему может быть кто будет смотреть меня от тебя что я обязательно буду снимать видео и немножко нужно время сейчас немножко освоиться на свою цена но вот наверное буду фигурировать в мишиных видео иногда но если все равно человек тут рядом и блогеры может что-то поговорить правда хорошо значит счастливо